МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ландшафт вместо дорог, где детям этим летом отдохнуть и нужен ли Запорожью приют для бездомных животных. Мы покажем город таким, каким он есть. Это социальный патруль. Я Павел Васильев. Сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То яма, то канава. Социальный патруль составил рейтинг самых плохих дорог города. 50 тысяч бродячих псов. Депутаты горсовета в очередной раз пытаются решить проблему бездомных животных. Бюджетный отдых. Где и как в этом году школьники будут набираться сил и здоровья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно, ямы. Традиционно по весне запорожцы снова начинают говорить о проблемах городских дорог. Эта тема актуальна уже на протяжении многих лет в Запорожье. На данный момент в нормальном состоянии находится всего 10% дорожного полотна. В 2015 году в конце марта из бюджета было выделено порядка 162 миллионов гривен на содержание и эксплуатацию уличной дорожной сети. В рамках города такая щедрость стала целым событием. Правда, ожидания, как обычно, не оправдались. Лучше дороги не стали. В нынешнем году чиновники решили побить все рекорды. На ремонт, реконструкцию и содержание дорог выделено 200 миллионов гривен. О перспективах появления в Запорожье качественных дорог и ближайших планах по реализации целевой программы узнавал Анатолий Журавлев. 110 сантиметров в длину, 90 в ширину и 8 в глубину. Размеры очередной стандартной ямы буквально в 200 метрах от проспекта Соборного. Таких на этом участке более 10. Водителям не всегда легко преодолеть подобную полосу препятствий. Чтобы заметить проблемы с качеством дорог в Запорожье, не обязательно выходить на проезжую часть. Достаточно просто покинуть дом. Ямы на внутриквартальных дорогах ничуть не меньше, чем на городских сетуют запорожцы. Как мамам с коляской. Вот дожди, были ливневые дожди. Здесь пройти невозможно. Значит, с колясками здесь в основном нельзя пройти. Старикам тоже. Здесь у нас уже Венеция. Ломали ноги, падали. Но если пешеходам миновать ямы кое-как еще удается, то автомобилистам приходится все чаще после выезда на запорожские дороги отправляться на станции техобслуживания. Степан Третьяков говорит, уже не может вспомнить и одного рабочего дня, когда бы на СТО, где он трудится, не появлялись машины с проблемами ходовой части. Раньше было часто, когда приезжали, когда ездил человек только по трассе. Теперь же большинство приезжает, когда ездят в городе. В городе тоже ухудшились дороги. И в основном вылетают амортизациеры и наконечники рулевых тях с шаровыми опорами. Из-за проблем с качеством дорог пробег деталей со средних 150-200 тысяч километров снижается в три раза. А замена обходится недешево. У нас ценовая политика в Украине идет от бренда автомобиля и от бренда запчастей. То есть, если автомобиль класса Hyundai, на него будут амортизаторы, стоят в порядке около 1800-2000. Это хорошего, более-менее нормального качества. Если берем Lexus с пневматической подвеской, то на него один амортизатор будет стоить в пределе 32 тысяч. Карманы у запорожцев не резиновые. Поэтому, устав от такой ситуации, некоторые активные горожане принялись своими силами латать дыры на дорогах. Данил Щербаков, руководитель общественной организации «Хелпро», говорит, работу на улице Новокузнецкой выполняли уже после попытки сотрудников КПЛУАД сделать ремонт. Эти ямы были отремонтированы в течение 24 часов, что нас действительно удивило. Но, но, везде есть свое но. После первого дождя ямы приняли свой первоначальный вид. Чтобы избавиться от более чем десятка ям на центральной улице Южного микрорайона, запорожцам понадобился всего один кубометр асфальта. Данил не понимает, почему им удалось решить проблему, а специализированным службам нет. Мы не профессионалы, мы это делали на энтузиазме и на желании ездить по хорошим дорогам. И хочется тут отметить то, что, чтобы не рассчитывали на то, что таким способом мы будем делать работу за них. Нет, ни в коем случае. Мы вам показали, делайте, пожалуйста. Активист ведет нас и в ближайший двор. Доказывает, проблема с дорогами действительно масштабная. Центральные дороги мы видим. А вот сейчас мы идем по дороге, дворовой, ну, скажем так, не менее важный, социальный, назовем его, объект, да. И вот мы под ногами видим, ну, дороги. Одно название от дороги. Это не дорога, а направление. 29 марта тендер на текущий ремонт городских дорог выиграла КП «Элуат». Выделенная сумма – более 56 миллионов гривен. Всего почти 5 миллионов квадратных метров дорожного покрытия числится в коммунальной собственности города. Из них порядка 90% требует ремонта. Наше полотно уже более 20-25 лет, но есть некоторые до 40 лет не обслуживалось вообще. Только производился ямочный ремонт. В августе коммунальщики обязаны закончить работы по тендеру. В этот раз городская власть поставила задачу основной упор сделать на средних и капитальных ремонтах. Всего обновить планируют от 150 до 170 тысяч квадратных метров дорог. То есть почти 3,5% от общей площади. При этом, говорит Александр Климов, уже на первом этапе у коммунальщиков возникают проблемы. В связи с погодными условиями, конечно, не так, как нам хотелось производить работы. Выбираем время, которое позволяет нам сделать хоть какой-то ремонт. По состоянию на начало апреля так выглядел предварительный план текущего среднего и ямочного ремонта по районам для Элуада. Составлением списка занимались райадминистрации. Перечень основных дорог, которые нужно отремонтировать, будет еще пополняться. Социальный патруллер решил составить свой рейтинг самых плохих дорог города. Жители обращались как напрямую в редакцию, так и через социальные сети связывались с журналистами. Состояние дорожного покрытия, как оказалось, может удивить. Правда, неприятно. На улице Айвазовского в дожди появляются настоящие озера. Под толщей воды водители просто не в состоянии увидеть ямы. Еще одно место – пересечение улицы Рекордной и проспекта Металургов. К счастью, пока мы снимали здесь состояние дорожного полотна, ни одна машина колесо не потеряла. Повезло водителям и на улице Трегубенко. Мы обратились к представителям городской власти, чтобы узнать, как смотрят чиновники на такую ситуацию с дорогами. Каждый из нас утром едет на работу, возвращается с работы. Сказать, что дороги плохие – это сказать вообще не о чем. Дороги находятся в критическом состоянии. Почему? Ну, потому что на протяжении большого промежутка времени не делался полный объем ремонта. Владимир Волобуев говорит именно поэтому на полную реализацию целевой городской программы по ремонту и содержанию дорог и была выделена рекордная сумма в 200 миллионов гривен. В нее войдут дополнительные тендеры, в том числе, чтобы отремонтировать и внутриквартальные дороги. При этом контроль качества работ ужесточается. По-видимому, коммунальным предприятиям придется изменить обычный подход к выполнению задач. В этом году все предупреждены. При выявлении каких-либо нарушений человек будет нести персональную ответственность за качество дорог. Во всех договорах прописана отсрочка платежа не менее 35 банковских дней. Поэтому мы никому вперед ничего не платим. Выполнили работы. Будьте добры, заберите свои деньги. Планы на этот год – порядка 20% отремонтированных городских магистралей. В мэрии уверены – в течение пяти лет в Запорожье реально привести дороги в порядок. На это, по приблизительным данным, нужно потратить более 3 миллиардов гривен. Насколько реально найти в бюджете такие средства – пока вопрос. Для жителей же важен результат. Если он будет, запорожцы, как показывает практика, готовы указать на проблемные дорожные участки, как райадминистрациям, решающим, какие дороги включить в план ремонтов, так и коммунальным предприятиям, отвечающим за ремонт и дорог. Милая домашняя зверушка, брошенная безответственным хозяином, на улице превращается в большую социальную проблему. Ситуация с бродячими животными в Украине катастрофическая. Они гибнут от рук докхантеров, болеют и голодают, а иногда и кидаются на людей. Перед Евро-2012 практика массовой и негуманной ликвидации собак стала причиной резкой критики Украины. Из-за этого европейские зоозащитники взялись за бесплатную стерилизацию бродячих собак во многих украинских городах. Самым гуманным и действенным способом для Украины может стать так называемая стратегия ОСВ – отлов, стерилизация и выпуск прежнюю среду обитания. Но для успешного решения проблемы нужна целая комплексная программа и заинтересованность местных властей, говорят общественники. Сегодня только в шести украинских городах – Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Черкасах и Николаеве – работают различного рода государственные учреждения для бездомных животных. В основном же эта проблема ложится на плечи волонтеров или же частных приютов. В Запорожье спустя четыре года снова заговорили о создании единого центра передержки и стерилизации бездомных животных. В 2012 году из-за недобросовестного подрядчика, который выиграл тендер на строительство, работы прекратились. Теперь же для этих целей вместо 22 миллионов гривен нужно уже 33 миллиона. Деньги большие, но и проблема с каждым днем меньше не становится. На улицах Запорожья, по самым приблизительным данным, находится от 40 до 50 тысяч бродячих собак. Как общественность городом ищет пути решения этой проблемы, расскажет Екатерина Свериденко. В трехкомнатной квартире Марины целое царство зверей. Всех котов и собак женщина подобрала на улице. Пройти мимо бездомного щенка или котенка просто не может. Две взрослые собаки моих, мой кот, кошка после стерилизации с двумя котятами, ну кошка и котята на пристройстве, щенок подобранный, у которого ищет дом, вот вы его видели, совсем маленький малыш, которого нужно еще выкармливать. Подобранных на улице щенков и котят Марина лечит за свои деньги в частных ветклиниках, а потом ищет для них новый дом. Некоторых из найденышей Марина оставила жить у себя дома. Но старается держать в квартире только такое количество животных, за которым может уследить. Нельзя, чтобы было их в квартире очень много, потому что и еена, и соседи, нельзя мешать другим людям. В Запорожье около 40 тысяч бездомных животных, и это по самым приблизительным по счетам. Ведь в городе эта проблема только на уровне обсуждения, соответственно и подсчет не ведется. На прошлой неделе создание в Запорожье единого центра для временного содержания и стерилизации собак обсудили депутаты трех постоянных комиссий горсовета и запорожские зоозащитники. Мы уже сбились с ног. Проведение акций, привлечение международного опыта, привлечение опыта других городов. В других городах уже столько лет все сдвинулось с места, все работает, у нас до сих пор все стоит на месте. Главный вопрос – возвращение к жизни проекта 2012 года. Тогда его строительство оценивалось в 23 миллиона гривен. Несколько лет назад горсовет выделял деньги на постройку комплекса зданий для содержания и стерилизации, рассчитанный на 600 животных. Но приют в городе так и не появился. Компания, выигравшая тендер на строительство, не прошла прокурорскую проверку. Работы приостановили. Сегодня такой же проект обойдется городу уже в 33 миллиона гривен. Это большой комплекс, который содержит в себе вольеры для содержания животных, также блоки для рабочих, которые работают с этими животными, ветеринарный блок, административный блок. Если откорректировать проект, сократить количество вольеров и этажей в административном здании, можно сэкономить 5,5 миллионов гривен, говорит начальник управления экологией. Но даже с изменениями бюджет проекта может быть неподъемным для города. Поэтому, для того, чтобы как-то сделать менее безболезненно для городского бюджета, мы рассмотрели вариант финансования притулку в три очереди. Но обращаю сразу ваше внимание, что первая очередь, она жизнеспособна. Она будет введена в эксплуатацию и можно будет уже начинать регулирование численности бездомных животных. Дороговизна приюта вызывает сомнения у депутатов. Появляются вопросы об альтернативных путях решения проблемы. Оказывается, на законодательном уровне их просто нет. Законодатель нас ограничил, чтобы общественные организации занимались отловом, спецсредством, лицензией на наркотики и так дальше. Впрочем, чтобы заметно уменьшить численность бездомных собак на улицах, одного лишь центра по содержанию и стерилизации животных недостаточно. Если не воспитывать общество и не ужесточить контроль за хозяевами домашних животных, ситуация может остаться столь же неуправляемой, как и сейчас. Три-четыре года вы не увидите на улицах бездомных собак. Но это не только должна проводиться стерилизация. Это должна быть ответственность каждого человека. Это лицензии на разведение животных, которых сейчас бесконтрольно продают, закрытие птичьих рынков. Через почти два часа дискуссии к единому мнению депутаты и общественники так и не пришли. Вопрос постройки приюта пока остается на уровне обсуждения. Есть ли альтернатива строительству приюта? Можно ли сэкономить бюджетные средства и каким образом оптимально решить проблему бездомных собак в Запорожье? Об этом разговор с нашим гостем Ирина Дидур, председатель общественного объединения ДЛА Пудрук. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина, по вашему мнению, насколько актуальна, насколько серьезна проблема с бездомными животными в городе Запорожье? В городе Запорожье эта проблема многие годы не решается. Поэтому она актуальна, она касается каждого жителя нашего города. Ее обязательно надо решать. Как ее решить? Для этого есть опыт европейских стран. Изобретать колесо не надо, надо его брать и применять. К сожалению, в нашей стране многие годы борются только с вершиной айсберга. И не понимая, с чего эта проблема возникает. Ну, словами бездомные животные, мы боремся с животными. И совершенно теряем слово бездомные, как они становятся бездомными, как они попадают на эти улицы. И пока вот эту часть слова бездомные мы не уберем, животные были, есть и будут на наших улицах. То есть вы наверняка изучали какие-то европейские практики, практики, которые успешно и давно работают. Можно ли их применить сейчас на территории Украины? И в чем они состоят, эти практики? Ну, это практика прежде всего с самими бездомными животными. Это их учет стерилизации. И чем быстрее мы начнем это делать и массовее, тем быстрее мы ощутим эффект. Каждое животное в течение жизни рождает сотни себе подобных. Все это прекрасно понимают. Стерилизованная собака больше их не рождает. То есть массовое количество их будет намного меньше. Второй аспект, это, естественно, нам надо как-то обезопасить общество от тех сотен животных, которые каждый день выкидываются просто безнаказанно нашими горожанами на улицы, город. В проблеме бездомных животных виноват исключительно человек. Он их выбрасывает, он их заводит, избавляется от как ненужной вещи, как мусора и так далее. И пока в законодательстве Украины некоторые вещи не начнут прописываться, вернее, они прописаны, нет нормативных документов. По налогообложению животных, по учету животных, это должна быть единая база данных. Животные мигрируют, их перевозят люди, поэтому в каждом городе это неэффективно. База учета животных должна быть единая. Чипирование – это единственный механизм четкого определения хозяева. И юридически можно уже животное привязывать к определенному человеку, и могут работать какие-то законодательные документы. То есть, если я правильно понимаю, нужно работать с владельцами животных, и решение завести собачку или кошечку, оно должно быть осознанно, и человек должен понимать, что это большая ответственность. Да, как на Западе, люди должны понимать, могут ли они себе позволить завести животное, могут ли они платить налоги за этого животного, потому что за породистые животные есть одни налог, за животное, которое взяли в приюте, есть другой налог. Если у вас стерилизованное животное, вы тоже платите один налог, а если вы хотите его разводить, вы покупаете лицензию. Стоит это очень дорого. Пока вот эти механизмы не начнут работать, люди бесконтрольно будут продолжать относиться к животным, и они будут пополнять улицы нашего города, и это не даст того результата даже при массовой стерилизации. И сейчас вот мы с нашими депутатами встречались, говорили на эту тему. Кто-то должен начать все-таки подать, наверное, в Верховную Раду через наших же запорожских депутатов, возможно, какие-то документы, которые позволят изменить немножко законодательство или разработать нормативную базу к тем законам, которые уже есть и приняты, и эти механизмы начнут работать. Хорошо. Ну, то есть в рамках существующих нормативных актов, законов, проблема бездомных собак в Запорожье решена не может быть. Я правильно понимаю? На 100% нет. Тогда давайте вернемся к теме нашего сюжета, поговорим о приюте, который хотят построить. В очередной раз о нем говорят. 33 миллиона гривен, достаточно большая сумма, 600 мест там запланировано. Можно ли с помощью этого приюта решить проблему бездомных животных в Запорожье? В городе Запорожье порядка 500 тысяч животных. Это приблизительные оценки. 50 тысяч. 50 тысяч животных. Это приблизительные оценки, никто подсчета животных не делал. Есть такая специальная система, но в Запорожье она не применялась. Мы можем ориентироваться на опыт других городов. Вот хочется просто понять, в приюте на 600 животных, их собирать будут, что с ними дальше будут делать, какая эффективность вот этого всего процесса, потому что вот есть такие приюты аналогичные в других городах Украины. Возьмем город Харьков. Там точно такой же приют, 600 животных. Он обходится горожанам в 15 миллионов в год содержания этого объекта. И вот за 8 лет, когда он существует, с 2008 года он открыт. Если взять сумму строительства на этого приюта и каждый год выделяющиеся средства на его содержание, то, наверное, каждой собачке можно было, ну, все могут посчитать, взять калькулятор, купить по домику в селе, и они бы там счастливо жили. И проблема в Харькове не решена. И ни в одном городе Украины при наличии коммунальных приютов такая проблема не решена. Потому что мы возвращаемся опять к тому же вопросу, что как бы массово их не стерилизовали, как бы власти не пытались навести порядок, плюс международные фонды к нам приезжают, мы вот как бы два года с международными фондами сотрудничали. Люди каждый день их безнаказанно выбрасывают, и армия этих бездомных животных у нас пополняется. Хорошо. В таком случае можно ли хоть как-то приблизиться к решению этой проблемы без строительства приюта, в рамках нынешнего законодательства? Есть ли альтернатива? Сейчас. У нас есть самый пертовой опыт. Это во Львове. Там долгое время было коммунальное предприятие КПЛФ. Год назад там пришел новый руководитель. Они переделали это коммунальное предприятие на современную клинику. Клинику, которая может не просто стерилизовать животных, а оказывать комплексные услуги всему населению. Клиника самая лучшая в городе. И на базе этой клиники стерилизуются животных. То есть есть бригада отлова, карантинный майданчик и стерилизационный центр. То есть запорожцам нужно посмотреть внимательно в сторону Львова и перенять их опыт? И уже как бы не только Львова, уже во многих городах Украины, вот в Киеве приют Бородянка, большой скандал, как бы там в тяжелых условиях животные, тоже миллионы освоенных денег. И очень печальный результат. Там сейчас пришли общественники в этот приют, наводят порядок. То есть мы, уже сама Украина, от опыта коммунальных приютов уходит в сторону, понимая их неэффективность. Понимая, что во всем мире у нас общественные приюты. Вот немецкое общество защиты животных, наши друзья, мы ездим каждый год в Одессу. Там немецкое общество защиты приюта. Приют построен именно сами немцы, и там 17 человек обслуживающего персонала, нанятых немцами. Вот они в Германии, у них приюты немецкого общества защиты животных. Государство выделяет гранты, потому что собирают налоги правильно с населения. И за эти гранты люди, которые приюты общественные, тестируются, проходят это, тестируются, они принимают животных в рамках программ города, и они получают грантовые деньги на содержание, лечение и пристройство этих животных. Эта система должна работать и в Украине. Я вот слышала на сессии, вчера поднимался такой вопрос бюджетной комиссии, как налогообложение, то есть бюджет, громадский бюджет называется. Это, наверное, первая ласточка, как в Европе именно люди, готовые что-то делать для города, своими руками, своими силами могут участвовать в бюджетном финансировании. По сегодняшний день законодательством запрещено финансирование напрямую. Таких вот громадских объединений, как наше, у нас есть приют на 200 животных, и мы помогаем горожанам, но, к сожалению, исключительно на благотворительной основе. Ну, будем надеяться, что европейский опыт придет скорее в Украину. Большое спасибо и напоминаю, на нас в гостях была Ирина Дидур, председатель общественного объединения «Дай лапу, друг», а мы продолжаем наш социальный патруль. Далее о том, расщедрится ли в этом году бюджет на детский отдых. Лето на подходе. С 1 июня в Украине официально стартует открытие оздоровительного сезона в детских лагерях Запорожья. Сейчас во всех немногих оставшихся в регионе детских оздоровительных центрах идет подготовка к приему первых отдыхающих. Корпуса ремонтируются, дорожки подметаются, скамейки красятся. По данным управления по вопросам семьи, молодежи и спорта, этим летом планируется оздоровить в лагерях и здравницах области более 115 тысяч детей. Кроме того, в планах на этот год открыть около 40 детских оздоровительных учреждений и около 400 пришкольных детских лагерей. Особое внимание будет уделено детям льготных категорий. Об условиях и планах оздоровительной кампании 2016 года узнавала Кристина Залевская. Светлана Лукьяненко еще в прошлом году хотела отправить свою дочь в детский оздоровительный лагерь. Говорит, из-за постоянной занятости мужа отдыхать всей семьей не получается. Сейчас женщина активно занимается поиском бюджетной путевки и хорошего лагеря для дочери. Мы вот в интернете просматривали. Стоимость 4 – это минимальная. 5, 6, 7, 8 тысяч. Конечно же, хочется, чтобы ребенок с комфортом отдохнул, с хорошим питанием. В Запорожской области максимальная стоимость путевок достигает 7 тысяч гривен. Как правило, это отдых на морском побережье. Есть и более доступные варианты. Оздоровительные учреждения на берегу Днепра. Таких лагерей в Запорожье несколько. К сожалению, сеть детских оздоровительных учреждений уменьшается. Порядка 75 лагерей было 10 лет назад. Сейчас это 43 лагеря. Причина, конечно, объективна и понятна. Наши детские оздоровительные учреждения рассчитаны были на оздоровление детей из многих республик Советского Союза, с ближнего зарубежья. Сейчас у нас оздоравливаются дети с Украины, в основном с Запорожской области. Это детский оздоровительный лагерь «Спутник» на Великом Лугу. Ремонтные работы здесь уже подходят к завершению. Сейчас меняют кровлю в помещении кухни. Во дворе технические работники уже убирают клумбы и красят лавочки. До 20 мая лагерь должен быть готов к приему отдыхающих. При подготовке к нынешнему сезону прямо сейчас в корпусах меняются старые металлические трубы водоснабжения на металлопластиковые трубы. Выполняются текущие ремонты. Это побелка, покраска помещений, ремонт полов. Полы деревянные, местами доски прогнили, местами доски провисли, меняются полы. В этом году в лагере установили два детских городка. В планах реконструировать фестивальную площадку. До 20 мая руководство укомплектует штат вожатых, воспитателей и медработников. Помимо детского педиатра в лагере будут работать врачи узких специализаций. Дети получают профилактическое лечение. И очень успешно. В основном это у нас работают врачи-офтальмологи детские с пятой детской больницы. Еще у нас есть детский стоматолог на протяжении четырех смен. Что касается лагерей государственной формы собственности, таких в Запорожье осталось не больше пяти. Количество загородных и городских лагерей с каждым годом сокращается. Но несмотря на это, около 70% школьников из 115 тысяч отправятся в оздоровительные лагеря этим летом. Таковы планы управления по вопросам семьи, молодежи и спорта. Государство на себя берет обязательство обеспечить 100% оздоровлением детей-сирот. Это государственные дети, мы должны о них беспокоиться. Мы должны оздоровить детей наших героев, воинов АТО, которые сейчас пребывают в зоне проведения антитеррористической операции. Мы однозначно оздоровим тех детей, которые, к сожалению, потеряли своих родителей в АТО. В Запорожской области и в самом областном центре проживает около 80 тысяч детей льготных категорий. В этом году оздоровить планируют половину из них. И только 15 лишь процентов, к сожалению, на сегодня это так, мы выделим для талантливых, одаренных детей, для стимуляции их занятия различными видами спорта и досуга. Семья Лукьяненко в список льготников не попадает. Им путевку придется покупать либо за собственные средства, либо уповать на шанс попасть в категорию талантливых и одаренных детей. Сумма полной оплаты отдыха для семьи пока неподъемная. Основной вопрос этой проблемы у нас – это отсутствие таких финансов. Так как в лагере сейчас отдохнуть стоит недешево. Принять школьников этим летом готовятся четыре десятка загородных и городских учреждений. Кроме того, будут работать около 400 пришкольных лагерей. Напомним, уже 1 июня все они откроют двери для отдыхающих первой смены. Но вот конкретики в областном управлении молодежи и спорта пока немного. Бюджетные средства, которые должны быть направлены на детский отдых, еще даже не прошли через тендеры. Поэтому где именно будут отдыхать запорожские школьники, в каких условиях будут жить и насколько качественно питаться, пока никто сказать не может. Решить проблемы можно только вместе. Объединяйтесь. Это был «Социальный патруль». Я Павел Васильев. Мы увидимся ровно через неделю. Будет много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова